Красноярске на Эльбрусе на высоте 4500 метров. Вы наверняка мне сейчас завидуете. У вас-то там так жарко. Здесь у нас примерно около 10 градусов. Чувствуется ощущение нехватки кислорода. Хочется дышать глубже. Но как бы ты ни дышал, Андрей со мной согласится, легче не становится. Кружится голова. Хорошо и легко здесь, нормально всё. Небольшие ощущения есть высоты, конечно. Но привыкаешь постепенно. Всё хорошо. Как Эльбрус, нам очень повезло, что он открылся. Погода была ужасная. Было всё затянуто. Но буквально на 15 минут он вот открылся нам, гостям. Каковы ощущения? Я просто нереально ничего раньше такого не видел. Не испытывал чувства таких. Это просто что-то очень-очень высокое. И визуально высокое, и здесь очень высокое. Это всё прекрасно. Просто очень сильно. И духом, и всем крепчаешь на такой высоте. Это всё прекрасно просто. Хочу отметить, что ещё на Эльбрусе катаются. Это и горнолыжники, и сноубордисты, а также продолжается восхождение. Не знаю, удивляюсь этим людям. Просто какие-то титаны, скалолазание, альпинизм. Эльбрус потрясающий. Я дошла до вершины, влюбилась в неё. Шла два дня с ночёвкой. Я шла одна, и мне это очень понравилось. Ты предоставлен сам себе. Но честно, очень устала, потому что Эльбрус – это вызов. Здесь прекрасно ловит связь. Мы тут фотографируемся. Сразу же всё выкладываем в социальные сети. Ребята, мы находимся в прямом эфире на Эльбрусе. На высоте 4 500. Созваниваемся. Это, кстати, очень безопасно. Особенно для альпинистов. Их можно найти в любой точке. У компании «Мегафон». Здесь, на высоте 3800 метров, есть своя базовая станция. И сюда оборудование, техническая служба поднимала на себе. Но всё на этом заканчиваю. Тяжело говорить. Передаём привет Красноярскому краю с Эльбруса. Побывайте здесь обязательно. Ну а мы пошли дальше. Генеральный партнёр автопробега «Красноярск-Северный Кавказ» – новоангарский обогатительный комбинат. Телеком-партнёр проекта – компания «Мегафон». Надёжная связь автопробега.